Главное управление МВД по Самарской области проводит проверку по факту смерти в Самарском автобусе. Мужчину, которому стало плохо во время поездки, пытались спасти пассажиры, кондуктор и водитель. Он, не задумываясь, свернул с маршрута по направлению к ближайшему медучреждению. Но там, как сообщили очевидцы трагедии, помогать умирающему не поспешили. Мужчина скончался. Картину одного тревожного рейса восстанавливала Мария Шпакова. Она пообщалась со свидетелями этого ЧП и пыталась разобраться в сложных вопросах медицинской этики. Сделал все, что мог, довез, как мог быстрее. А так больше ничем помочь не смог в итоге. Водитель и кондуктор этого автобуса 37 маршрута до сих пор в шоке. На их глазах умер человек. Последний рейс в тот вечер. Людей в салоне немного. Мужчина зашел через вот эту дверь на остановке «Филармония». Затем оплатил проезд, проехал несколько остановок и на театре «Кукол». Собирался выйти через вот эту дверь. Но здесь ему стало неожиданно плохо. Пассажиры оперативно отреагировали и усадили его вот на это кресло. Потом пассажиры начали кричать, чтобы хотя бы в больницу. Скорую начали вызывать. Скорую вызывали, бесполезно. И в итоге вместе с пассажирами мы все решили быстрее везти его в ближайшую больницу. И решили, что это на ЖД находится. То есть потом без остановок водитель полетел к больнице. Дорога заняла не больше четырех минут. Очевидцы рассказывают, до скорой все-таки дозвонились. И вызвали ее сразу к зданию поликлиники. Пока ждали бригаду, обратились за помощью к штатным медикам дорожной больницы. Понимали, счет идет на секунды. Тот мужчина, который бегал за помощью, рассказал, что, во-первых, на него сначала накричали, а потом сказали, что что-то из серии, если ему нужно померить давление, пускай заходит. В остальных случаях мы ничего делать не будем. Вызывайте скорую помощь. И все наши аргументы, что мы уже вызвали скорую помощь, мы уже дважды звонили, скорая помощь едет, ему просто нужно оказать вот сейчас хоть какую-то помощь, они вообще были бессильны. В итоге 43-летний мужчина умер до приезда скорой в автобусе, припаркованном у входа в больницу. Медики, которые после долгих уговоров все-таки подошли, констатировали смерть. Но заведующая поликлиникой рассказывает, дело было иначе. Фельдшер находилась в холле поликлиники, она сразу же выбежала в хирургическом костюме без одежды, выбежала на улицу на остановку. Впрочем, в соцсетях пользователи уже дали свою оценку этому случаю и даже сравнивают его с другим недавним происшествием в Перми. Там в автобусе у женщины случился инсульт, но помощи ей никто не оказал, приняли за пьяную. После трехчасовой поездки по городу водитель с кондуктором оставили ее в пустом салоне в автобусном парке. Действительно, истории похожи, с той лишь оговоркой, что в Самаре все произошло наоборот. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи прописана в федеральном законе об основах охраны здоровья граждан. Нарушение закрепленных норм регулирует две статьи Уголовного кодекса – оставление в опасности и не оказание медицинской помощи. Тот первый медицинский сотрудник, который увидел эту ситуацию или он оповещен об этой ситуации, он должен произвести мероприятие либо по вызову реанимационной бригады, либо по организации каталки, носилок и так далее, а идти оказывать эту помощь, потому что он имеет медицинский диплом, неважно, среднее или высшее образование у него, то есть медицинский диплом, обязывает всех медиков оказывать помощь. Как будут трактовать действия медперсонала в этом конкретном случае, пока неизвестно. В областной полиции нам сообщили, что по факту проводится проверка. Официальные комментарии будут лишь после установления причины смерти. Мария Шпакова, Александр Ерофеев, Сергей Костин, Новости губернии.